Детфан на связи! Едва успела затихнуть эхо волнующей акции с советскими премиумами в мире кораблей, как вот уже разразилась новая кампания, дающая шанс ухватить настоящий морской огнемет. Понравилось увиденное? Тогда смотрите до конца и узнайте все самые интересные подробности о новом, захватывающем событии! А еще вы можете оставить лайк в поддержку свежих новостей! Так вот, уже сегодня в Адмиралтействе доступна специальная вкладка по следам инков, в которой можно приобрести и использовать токены события. Но я бы посоветовал не спешить с покупкой, ведь заметную часть этой валюты можно получить бесплатно, проходя приключения по следам инков. В рамках этого текстового квеста мы совершим путешествие по карте Перу и поможем офицеру из Нидерландов распрощаться с крейсером Deruter или что-то в этом роде. Честно говоря, никогда не был поклонником текстовых новелл, популярных в 2000-е и не стал углубляться в сложности сюжета. Но если вы их любите, то возможно это событие вызовет у вас ностальгию. Для меня же всегда были интересны технические аспекты событий и здесь я расскажу все максимально коротко и понятно. Активируя метки на карте мы получаем боевые задания. Задачи в Адмиралтействе будут доступны аж 3 недели. За выполнение заданий мы получим награду, в том числе те самые жетоны ивента, и вместе с этим откроем новую метку на карте. Таким образом можно будет накопить 200 токенов инков. Этого достаточно для открытия четырех случайных комплектов, в которых помимо бустеров, опыта, серебра и премиум времени может обнаружиться еще и премиум корабль Альмиранте Грау вместе с командиром для него. Это действительно увлекательный крейсер, который мы уже обкатали во время стрима. Ссылочку оставлю в комментариях. Но если вкратце сейчас, то на нем внедрена новая механика, позволяющая ускорить перезарядку легкого крейсера до уровня скорострельного эсминца. И вместо тысячи слов об этом, лучше один раз показать артиллерию в бою. И если вам это понравилось и корабль был интересен, но у вас нет времени на просмотр стрима, то предлагаю заглянуть в блокбусти и посмотреть там краткий и содержательный обзор корабля, где я разложил все по полочкам. Ну а теперь вернемся к самой акции. Если выразиться числами, есть 6% шанс того, что вы получите этот корабль бесплатно. Конечно, немного, но все-таки что-то. А если вас не привлекает идея лотереи, то доступны комплекты с кредитами, сигналами и зелеными бустерами. А если вам таки прям таки не терпится и хочется купить именно новый огнемет, то помимо дорогостоящего участия в лотерее и покупки жетонов за дублона, которые я, конечно, не могу рекомендовать, хочу напомнить, что в патчноуте было заявлено, что корабль появится в прем-магазине, но за рубли. А потом, когда-нибудь в Польше и в Адмиралтействе за дублоны. Относительно цен в магазине сейчас сказать ничего не могу, так как новости об акции еще не выходило, а вот относительно появления в Адмиралтействе мне есть что сказать. Вероятно, это произойдет через 4-5 месяцев. Так было с эсминцем Велос. Подобное приключение началось в конце октября, а вот в марте его добавили в Адмиралтействе. Понять, стала ли эта ситуация традиционной или даты решили изменить? Удастся в августе, ведь именно тогда закончится испытательный срок для крейсера Брисбейн. И если вдруг Брисбейн в это время окажется в продаже, то и в октябре мы получим примерно появление Альмиренто Грау. Ну а на этом все. Теперь вы знаете об акции «Все важное». Обзор корабля напомню на Бусти. Ну а сейчас вас лайк и подписка за актуальное видео. А еще спасибо спонсорам с Бусти, которые помогли в выходу этого видео. В особенности адмиралам Константину Пучкову, Паранойку Алексея Емельянову, Дмитрию Виноградову, Чинчи Посу, Костику Ташлыкову, Михаилу Рубцову, Денчику Иванову, Тёме Казаринову и Соляви. Спасибо за поддержку, качественного и обдуманного нагиба вам и до связи в новых видео на ТВ Гетфан. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok